Так, дальше я хочу вам показать мой долгожданный бронзер от Tom Ford в оттенке Terra. И посмотрите, какой он классный, какое огромное зеркало. Я как-то давно показывала другой оттенок. Это Terra в новом исполнении. Вот такие вот рифленые тут квадратики на поверхности. Я уже им, конечно, пользовалась активно. Уже буковки немножко подстерли с Tom Ford. И стоит ли его покупать? Потому что он стоит дорого, около 5000. Или все-таки можно обойтись чем-то другим? Конечно, можно обойтись чем-то другим. Но если вы фанат косметики, если вы любите дорогую красивую упаковку, то не стоит, так скажем, покупать что-то другое. Потому что этот бронзер будет вас радовать. Terra просто очень красивый оттенок. Сейчас на мне и на мне очень многие бронзеры рыжат. Потому что бронзер, как сам бронзер, как само понятие, он должен придавать эффект загара. Но мы все им пользуемся как скульптором. И сейчас это новое веяние, использовать бронзер в качестве скульптора для обычной естественной жизни, ежедневной. Для того, чтобы лицо было более мягкое, более естественное. Потому что когда мы используем более холодный скульптор, лицо становится более жестким. И поэтому все так и пользуются, и визажисты, и не визажисты. И какой прекрасный оттенок для светлокожих девушек с более холодным подтоном, натуральный. Не знаю, получится мне его показать на пальце здесь. Но попробую. Посмотрите, прекрасный оттенок. И раньше считался самым популярным. Это Golden Dust. Но Golden Dust, он теплый. И он не всем подойдет. Атера, подходит большинству оттенков кожи с сероватым, с розоватым подтоном, как у меня, в принципе. Потому что Golden Dust может рыжить. А также остальные тона. То есть для нас, таких российских прохладных девушек, подойдет больше Терра. Следующее, что я хотела показать, тоже как бы вышло уже месяца два назад, может быть месяц. Но раз я не показывала, хочу показать. Потому что продается все еще, все еще. Это лимитка Hourglass. Это вот такая палетка. У меня, кстати, она первая. Потому что такие большие лимитки, они, в принципе, уже не первый год существуют с разными оттенками. Здесь такая пластиковая упаковка. Кому-то не нравится, кажется, дешевая. Вообще не вижу проблемы, если честно. Вот так выглядит эта прекраснейшая палетка. Какие здесь вообще варианты? Что тут содержится? Содержится, во-первых, две пудры. Это Dim Light, а это у нас Diffused Light. Вот это немножечко с таким ванильным подтоном, желтоватым, но на коже, конечно же, не ощущается. Сейчас вот я нанесла. Где желтый тон? Нет, потому что это полупрозрачная пудра с эффектом сияния. И вот это Dim Light, честно, не выглядит никаким розовым, хотя кажется, да, вот немножко розовинка. Вот они две на пальцах. Можете посмотреть. Dim Light и Diffuse Light. Ну, если вы хотите больше высветить лицо, или у вас кожа более светловато, можно вот этот оттенок чуть позагорели, посмуглее вот это, или смешивать вместе. Вот это у нас хайлайтер. Ну, такой он тоже очень-очень облегченный для такой натуральненький. Вот он. Да, строп-пудра. Я бы даже не сказала, что это хайлайтер. Это просто строп-пудра. Очень похоже на вот эти две пудры, но чуть более сияющие. И у меня уже есть один вариант строп-пудры в другом оттенке. Вот это в другом. Мне нравится. На пальцы, конечно, ничего не понятно, когда ты наносишь кисточкой на лицо, эффект сияющего лица, кожи, но такой легкий, без перегруза, вам обеспечен, да, то есть без сильного стропинга. Все, все очень тонко, потому что у Hourglass очень тонкие текстуры, легкие, направлены на такое мельчайшее, легкое сияние, не на вырубый глаз. Вот. Дальше бронзер, в принципе, мне очень понравился. Обычно в таких палетках очень теплые бронзеры. Здесь классный бронзер. Смотрите, он такой легкий-легкий. И им классно не создавать, конечно, скульптуру, потому что он очень-очень легкий, а немножечко контур лица подчеркивать. Превосходный цвет. Это, по-моему, новый, его нет в отдельном исполнении. Вот. Eternal Bronze Light. И два, двое румян. Прекрасный нежный розовый румяна. Румяна Hourglass тоже обожаю. И вот такие, чуть поярче, все-таки говорят, о, красный куда? Во-первых. Потому что он легкий. Смотрите, это я пальцем набрала, да? Конечно, пушистая кисточка вы наберете, и это будет очень легко. Сейчас на мне эти румяна. Их можно смешивать вот так. Либо, потому что эти очень светленькие. Они прям такие, ну, чуть-чуть легкий намек на румяна. И для сильной светлой кожи на мне, как бы, они не сильно видны. А вот эти, я когда смешиваю, красиво очень получается. В общем, конечно, я не пожалела. Я сомневалась. Думаю, блин, нужно мне это или нет. Потому что у меня, в принципе, есть dim light, есть похожий оттенок пудры. Но очень удобно, что все вместе и румяна. Сразу ты делаешь финишной пудрой, фотошопишь, так скажем, кожу, лицо, и румяна делаешь, хайлайтер легкий. И прекрасная, красивая, немножко, конечно, залапывается, красивая упаковка, все вместе. Есть еще в этом исполнение, также в этой коллекции румяна четверочки. Хочу их, конечно, заказать, потому что очень люблю румяна урглаз. Они классные, стоящие. Вообще не прогадаешь. Там, единственное, исполнение чуть более теплое. Ну, как раз летом. Дальше, можно же, как покажу палеток теней. Хочу первые палетки показать. Самые часто используемые, самые сейчас на данный момент очень любимые в моей студии среди учеников. А также я их очень люблю. Это тени бергер. Они выглядят в такой коробочке. Вот такие они в пыльничках таких. Кроме того, есть кисточки. Мне нравится несколько оттенков. Но самые-самые сейчас часто используемые это 0,2. Посмотрите, какая прекрасная палетка на каждый день. Потому что у меня часто спрашивают, Юля, посоветую какую-нибудь прикольную, классную палетку на каждый день. Дело в том, что у меня все они прикольные, все они мои любимые. Могу использовать любую на каждый день. Но если вы не визажист и, например, спрашиваете у меня, то я могу посоветовать реально вот такие четверочки от Бербери. Продаются они в Литуаль. И можно на скидках сейчас особенно купить. Очень-очень выгодно. Это 0,2. Она такая теплая, нейтральная. Просто прекрасные оттенки. Сами тени очень качественно не импылят. Они такие не сильно плотные. Но они то, что нужно на каждый день. Вот так они выглядят. Достаточно хорошая пигментация. Плюс они не прям такие, как Анастасия, не рыхлые. И поэтому не будет проблем. Даже не для визажистов. Тушевать их и все отлично. Так, и второй оттенок. Это 0,0. Это более уже прохладная гамма. Такие серо-коричневые, сатиновые они. Даже матовые здесь. Они прям такие шелковистые на вид. И поэтому тушуются без проблем. Не будет у вас с ними проблем. Сейчас я рядышком нанесу. Такой в составе тауповый оттеночек. То есть такие немножко припыленные, сероватые. Вот они. Думаю, вам понравятся. Также кожа, у кого более холодноватая, тоже будет классно. Дальше палетка от Анастасия Джеки Айна. В коллаборации с Джеки Айном. Очень красивое исполнение. Вообще люблю тени Анастасия. Для меня они очень любимые. Для меня они, может быть, не на уровне Том Форда, конечно. Но это другая история. Очень красивое всегда исполнение. Качественные несения очень мягкие. Есть нереально красивые, какие-то интересные оттенки. Посмотрите на эту палетку. Конечно, уже много сказано. Есть блогеры, которые сразу выпускают. Сразу делают. Я как бы не гонюсь за скоростью. Мне нужно всегда очень более детально попробовать, чтобы составить мнение. Все оттенки здесь мне понравились. Кроме, наверное, рыжего. Он не совсем мой. Но он для каких-то творческих работ, может быть, подойдет. Вот этот, ну, немножко выбивается из моих любимых оттенков. Но все остальные мне понравились, что бывает очень редко. В палетке обычно нравится несколько оттенков. Остальные как бы редко используются. Очень классная творческая, так скажем, палетка для осени. Для тех, кто любит косметику, любит краситься, какие-то делать макияжи неординарные. Не только серо-пыльно-коричневые, но и что-то хочется интересное. Вот как раз, как раз это для визажистов, а также для таких творческих людей, которые не визажисты. Все оттенки очень пигментированные, очень качественные. Смотрите, моих два любимых цвета. Уже я их так изрядненько поиспользовала. У меня в Инстаграм есть пост на эту палетку, поэтому вы там можете посмотреть в свотче более детально. Сейчас покажу не все оттеночки. Вот. А чтобы вы составили представление, хотя, может, и все, сейчас посмотрим. Посмотрите, какая пигментация. Можно составить очень интересные варианты. Думаю, скоро сделаю видео. Хочу сделать видео-урок. Может быть, в Инстаграм или на Ютуб. Посмотрим, где будет легче. И хочу с этой палеткой прям сделать макияж. Вот излюбленный зеленовато-коричневый оттенок многих визажистов, многих не только визажистов, но и клиентов. Вот, посмотрите, красивый, мягкий, глубокий, а также вот такой красивый серый, серо-таупово-сиреневый. Очень красивый такой, тоже кирпично-кирпично-кирпично-красно-бордовый. В общем, думаю, вы составили представление об этой палетке и о ее качестве, о ее мягкости, о ее тушевке. Я не скажу, что прям с какие-то сложности. Бывают у Анастасии немного рыхловатые сложные тени, которые сыпятся и у которых происходит какая-то грязь, трудная тушевка, но это точно не этот вариант. С этими тенями здесь все отлично. Я прям рада. И мне очень нравится эта палетка. Следующая, это, конечно же, лимитка рождественская от Шарлотты Тилбори. Красивая. У меня, в общем, все вот эти длинные палетки, три, которые выпускались, это, наверное, из области коллекционирования. Конечно, может быть, не стоит все покупать, если вы не фанат Шарлотты. Потому что некоторые оттенки повторяются. Это да, я делаю даже в стори, по-моему, сравнительный такой анализ этой палетки и Айкон. Айкон летняя палетка или весенняя, не помню. Смотрите, красота какая, правда. Фанат Шарлотты. Посмотрите, очень классная палетка. Я не скажу, что она прям, конечно, ходовая, но я как визажист, наверное, уже утратила способность определять, ходовая или нет, как обычный пользователь. Ходовая, значит, серо-коричневый, да, там черный, светлый под бровь. Здесь, может быть, такого не встретите. Так, и посмотрите. В общем, как обычно, кто не знает, например, да, эти палетки на четыре сектора разбиты. В общем, Happy Glow, такая более теплая версия. Потом Love Glow, более персиковая версия. Потом такая более, называется, Dream Glow, более хаки зеленоватые оттенки. Очень, кстати, классные. Моя любимая еще, это Sidious Glow. В общем, такая сероватая, серовато-золотистая, с черным цветом. Все тени очень мягкие, очень качественные. Вообще, я так набираю, они очень классные, посмотрите. И тоже, по-моему, я в Инстаграм делала пост. Можно посмотреть ботиночки. Я бы не сказала, что прям, если вы купите одну эту палетку, она вам заменит все палетки на всю жизнь. Это потому что палетки уже для тех, у кого много всего есть. И есть всякие такие базовые. Как бы все-таки это палетки дополнительные. Но этой палеткой вполне можно сделать макияж. Сейчас уже для каждого дня техника макияжа немножко стала более облегченной. Уже не нужно 150 оттенков. Не нужно искать затемняющий, переходной. В общем, даже можно одним-двумя цветами сделать макияж и стрелочку нарисовать. Вполне возможно, если вы для себя хотите сделать макияж. Да. И эта палетка, я думаю, что вам поможет в этом. То есть мы вернулись к тому, что опять мы используем 1-2 оттенка. Этого достаточно. Макияж очень-очень стал более легким, облегченным. Не всегда, да, не во всех случаях. Но почему и нет, на каждый день можно это использовать. Поэтому, например, да, здесь Шарлотта добавила черный цвет. Потому что он очень красиво, хорошо гармонирует, например, с вот этими оттенками. Ну, например, вот в этих нету, да, каких-то супер затемняющих оттенков для глубины. И можно обойтись спокойненько. Поэтому вполне можно использовать эту палетку. Только ее и все. Может быть, нету какого-то матового такого оттенка под бровь. Но, честно, можно взять любую тенюшку, какую-нибудь слоновую кость матовую. Я думаю, что у многих есть в палетках других. И использовать. Пихать сюда еще одну какую-то матовую тенюшку. Ну, думаю, шарлоттаница хотела. Зачем? И так уже у всех, наверное, любителей косметики есть этот оттеночек под бровь. Сменее вот такую от Марк Джекобс. Это тоже Рождество. Просто хочу вам показать рождественские палетки. Может быть, пока они есть, вы купите. Смотрите, конечно, очень красивая коробочка. Очень красивое исполнение. Форма все та же самая, как и в классических палетках Марк Джекобс. Я вообще как фанат палеток Шарлотты, так и фанат палеток Марк Джекобса. Я очень их люблю. Они очень мягкие, качественные. Ну, просто бомбезные. Розовая такая кнопочка. Вот такие оттенки. Я делала макияж. И вот у меня макияж есть на YouTube и в Instagram с этой палеткой. И теперь я хочу вам просто их поближе показать. Какие они очень красивые. Я не скажу, что эта палетка только для Нового года или для Рождества. Потому что она может быть используема в течение всего года. Потому что Марк Джекобс очень любит использовать в палетках ходовые оттенки. В отличие, например, от Шарлотты или других там. Наташи Диноны. Посмотрите, прекрасный оттенок под бровь. Прекрасный оттенок для стрелки или для затемнения. Два оттеночка. Один переходной для складки. И вторая полутень, как у визажистов называется, более затемняющая. Можно только вот такими оттенками создать макияж, если вам на работу нужно. И, конечно же, красивые оттенки. Вот такие акцентные для подвижного века, для внутреннего уголка. Можно этот, этот, этот. Серебро. Розовый шиммерный. И такой насыщенный розовый шиммерный. Ой, мне эта палетка очень нравится. Я очень люблю розовые оттенки. Они прекрасно смотрятся на глазах. Я люблю серебро. И тут серебро волшебное. Сейчас я вам покажу. Вот. И вы все поймете. Это серебро гораздо круче, чем серебро в новой палетке Дёрбэкстейдж. Вот этой новой серебром. Серебристая, там золотистая. Гораздо. Это вот такой нереальный дохром розовый. Посмотрите. Главное мне не выронить палетку. Это вот такой розовый. Тоже. Вы скажете, куда такой розовый? Ведь он будет делать глаза заплаканными. Заплаканными. Этот розовый не делает. Потому что першимный. Он с ярким блеском. И он не припыленный. И поэтому он вам не сделает никаких заплаканных глаз. Его самостоятельно можно наносить. Я бы его сделала, например, можно его наносить на все веко. И черную стрелку. Очень красиво. Варианты исполнения. Оттенки все такие прижизненные, приземленные, хоть и яркие, но, например, не рыжие и какие-нибудь там несложные, которые для наших девушек сложно использовать. Потому что у нас кожа более прохладная, чем у американок. Поэтому многие палетки, например, даже у Наташи Динона не всем подходит. Голл палетка не всем подходит. Вот. Но сейчас мы об этой палетке. В общем, посмотрите. Классно. И чуть более бюджетные тенюшки. Ну, очень крутые. Это тени Metal Chrome от Essence. И у меня 4 оттенка. Мне кажется, самый-самый крутой. Еще серебристый оттенок у них очень крутой. Можно тоже его посмотреть. Я покупала на Валдерисе. В подружке есть. В подружке часто раскупаются. Так, давайте посмотрим, какие оттеночки. Очень классный 0,2 оттенок. И посмотрите на эту суперпигментацию. Вот. Такой просто нереальный классный оттенок. Держится отлично. В общем, даже не сравнится с какими-то более дорогими оттенками. Выглядит на глазах недешево. Достаточно хорошо. У меня часто спрашивают, что можно, например, более бюджетное взять. Просто некоторые мои ученики боятся, что работаю на дорогой косметике, обучаю на дорогой. Нет, я на разной косметике работаю. Но я все всегда за качество. Я все самое качественное. Поэтому даже в бюджете есть качественные продукты. И я вот стараюсь показывать вам. Так, это оттенок у нас 0,7. Очень красивый тоже оттенок. Вот такой. Посмотрите, почитала отзывы. И я даже не ожидала, что будет сумасшедшее такое качество. Вот это у нас 0,1. Очень красивый тоже оттенок. Какой сияющий. Они не осыпаются, но они вот такие металлики. Восьмое. Золото такое красивое тоже. Вот он золотистый. В общем, тени достойные. Стоят порядка 250-290 рублей, смотря где их покупать. Но классные. То есть на подвижное веко в качестве основного оттенка очень классно смотрятся. Сейчас я хотела вам показать кремовые тинты. Тоже из бюджета. Бюджетный вариант. Но мои любимые. Я очень люблю вот эти Golden Rose. Я не знаю, может быть, я вам уже показывала. Я не помню, какие оттенки. Я хочу показать мой любимый для вечернего макияжа. Для такого красивого. Можно и смоки. Называется он Copper Coast. 108. В общем, 108 оттеночек. Подпишу. И посмотрите, красивый какой. Тушуются отлично. Это тени серии Metallic. Кремовый тинт. Кремовые тени. Жидкие. Вот. И держатся просто бомбезно. И они не сушат века. Они как-то аллергии никакую не вызывают. Несмотря на то, что стоят 400 рублей. И вот знаете, я даже не знаю, можно ли их сравнить, конечно, с Armani, который стоит 2 тысячи. Но у них есть прекрасный у Armani оттенок десятый. Они разные, конечно. Потому что эта серия все-таки Metallic. И текстура поплотнее. А у Armani не Metallic. Но оттенки очень похожи. И текстура потоньше. Но иногда на глазах, когда вы покрываете сверху тенями, этого эффекта не видно. Разницы. Поэтому я очень люблю этот оттенок. Он ярче. Он насыщеннее, чем Armani десятка. Но другой, да. Но мой любимый тоже. Дальше. То было Golden Rose. А это серия у нас Luxe Visage. Я, если честно, не ожидала такого качества от Luxe Visage. Это белорусская косметика. И я хочу 3 показать вам моих любимых. Я в Инстаграме тоже выставляла стори. Я там показывала их несколько оттенков. Вот у меня, мне понравился первый оттенок. Такой очень красивый цвет шампанского. Вот такой. Они более тоньше, чем Golden Rose. Не сухие. Нормально держатся. Так, это у нас оттеночек 6. Очень красивый такой тауповый. И для смоки, и для не смоки. В общем, вот. И двоечка тоже красивый оттенок. В общем, ну там много. Много красоты. Двоечка более розоватый. Такой тоже классный оттенок. Такой нежный. Вот. Они чуть тоньше, чем Golden Rose. Меньше Metallica. Но как подложка. Качественные, классные. Некоторые, конечно, их тоже с Armani сравнивают. Они разные. Немножко по консистенции. По цене вообще так очень разные. Но и те, и те заслуживают внимания. И они качественные. Ну и буду немножечко закругляться. Хочу показать две моих новинки. Milani. Это румяна. В первом оттенке 0,1. У меня есть оттенок 0,5. Это такой красивый персиковый оттенок. И я очень долго хотела 0,1. Это запеченные румяна. Вот такие. Milani. Это достаточно бюджетный бренд. Но, например, те румяна стоят тысячу. Вот. То есть, как сказать, бюджетный, да? Не 3 копейки стоит, но не 3 тысячи. Вот. Розовый, нежный, прекрасный оттенок. Очень многим девушкам подойдет. Более холодноватым. Таким, наверное, с холодным подтоном. Но он такой оттенок, который может немножко адаптироваться. И не только, например, с белой, светлой кожей. Но и чуть потемнее кожи. Мне прекрасно подходит. Я его очень люблю. Очень красивый. Очень долго его хотела. Смотрите, какой. Особенно такой он на зиму подойдет. Такой немножко зимний оттенок. Текстура запеченная. Немножко с сиянием. И от этого они еще красивее, выигрышнее смотрятся. Здесь внизу кисточка, но она бесполезная. Я такими кисточками не пользуюсь. Они очень хрупкие и тяжеловато их иногда заказывать. Предыдущая версия мне пришла разбитая. Вот. И поэтому эта версия нормально пришла. Я заказывала их на Makeup Store. Так. И я хочу еще вам показать хайлайтер. Новый хайлайтер от Nabla. Nabla это итальянская марка. Известная своими очень красивыми, крутыми тенями. И выпустили они вот такие хайлайтеры. У них были до этого два хайлайтера. Но все. Они уже сняты с производства. И теперь несколько оттенков. Порядка шести. Я пока взяла один. Я для себя приметила два оттенка. Я думаю, что я попала в самый крутой, самый ходовой, который быстро раскупили. Это оттенок Ozone. Я люблю такие интересные текстуры. Посмотрите, какое исполнение. Сейчас очень многие бренды перешли на такие красивые пластиковые упаковки. Без супер какого-то там дизайна. Но такой вот минимализм. Кстати, у Hourglass тоже такая пластиковая упаковка, на которую многие ругаются. И ругали, что она слишком дешевая для такого продукта. Но мне кажется, она эргономичная, очень красивая и очень современная. Пластик здесь достаточно плотный, хороший, недешевый. И такой вот добротный, соответствует продукту. И мне кажется, не удораживает цену хайлайтером. Вот такая интересная текстура исполнения. Сейчас вам покажу. Вот такой красивый хайлайтер. Очень сияющий. Его можно заполировать просто-просто супер. Красивый. Вот смотрите, я даже пальчиком его немножко затерла. И какой он крутой. И там есть еще для более загорелых девушек оттенки. Я тоже покупала на Makeup Store. Можно купить еще на Beauty Bay. Набло продается. Можно с официального сайта. Но я обычно Набло покупаю либо с Beauty Bay, либо с... Последнее, что я хотела показать. Это помада, которая у меня на губах. Карандаш. И это помада от Fenty Beauty. Fenty Beauty помадки мне очень нравится. Я тестировала на мастер-классах различных. И, наконец-таки, наконец-таки приобрела себе вот этот оттеночек, который мне очень нравится. Он на губах. Его можно, конечно, более светлее и более темнее сделать. Оттенок Uncufed. В общем, если я правильно... Напишу вам обязательно внизу, если я правильно его назвала. И он мне очень нравится. Нравится помада. Она тонкая. Она вообще не сушит губы. Смотрите, с каким аппликатором. Очень красивые оттенки. Красный. Невероятно красивый. Фуксия. Есть еще более светлый оттенок. Такой прям бежевый. Нюдово-бежевый. Но мне понравился вот этот. Он такой классный. Классный красивый оттенок. Помада долго держится. И она реально не липнет. Я очень люблю помады, которые липнут. Есть такие устойчивые помады, которые нанесешь. Вот так слипаются. Она нормально высыхает. Она достаточно тонкая. Нет этой липкости. То, что мне нравится. Вот такой карандашик от Lamelle. Я его нашла на Wildberries. И, кстати, по совету, по-моему, Дианы Суворовой. Дианочка, если ты меня смотришь, спасибо тебе за этот карандашик. Он, конечно, немножко сложный в заточке. Ну, просто нужна хорошая точилка. Я читала отзывы девочек, которые покупали, что он крошится, ломается. Но он достаточно мягкий просто. Он гелевый. Но он стоит недорого. И, в принципе, если он у вас будет быстро заканчиваться, это не проблема. Потому что он стоит порядка 200 рублей. Нужно нормальную острую точилку, чтобы она не ломала карандашик. Цвет очень красивый. Такой натуральный, холодненький. Вот прям, мне кажется, с этой помадой они очень подходят друг к другу. Я еще купила 01 оттенок. Он такой более розовее оттеночек. Тоже классный. Вот. И посмотрите. Помаду можно, например, вот так, да, растушевать. И карандашик. И мне очень нравится, как он держится. Он действительно стойкий. Я клиентам наносила. И у меня все клиенты спрашивают, что это за карандаш. Что это такое? Думаю, что это очень дорогой карандаш. А, это всего лишь ламель. Купить можно на Валдерси. Ну, я знаю, где его купить на Валдерси, например, да. Ну, думаю, что он в других магазинах тоже продается. Если вы знаете, где вы покупали, напишите, где вы ламель покупаете. Все. Это, наконец-таки, мой обзор всего того, что я вам не показывала. Надеюсь, вам было интересно, вам понравилось. Напишите, что понравилось из показанного, что у вас есть. В общем, жду ваших лайков и жду ваших комментариев. Прощаюсь с вами. Надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока.